Наступил сезон груш и сегодня мы будем делать грушевую наливку. Присоединяйтесь, поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самогон Саныч. Итак, наливка из груш. То есть это будет чисто женский напиток, ибо наливочки считаются всегда женским напитком, отличающийся до относительно небольшой крепостью, где-то до 30 градусов, и высоким содержанием сахара. Значит, для этого нам понадобится... Во-первых, делать я буду вот по своей книге. Ссылочка на книгу в описании к данному видео. И здесь есть на 75-й странице рецепт, который я вам сегодня покажу. Значит, нам потребуется самогон, либо водочка крепостью 40 градусов 0,7 литра. Сразу оговорюсь, что я буду делать несколько больше, то есть я сделаю двойную порцию по отношению к тем ингредиентам, которые указаны в рецепте. Далее потребуются груши. Ну вот, мне знакомый подогнал, что называется, такие вот великолепные груши со своего сада. Груш потребуется 1 килограмм, и на последнем этапе потребуется 200 грамм сахара. Приготовление этой наливочки достаточно простое. На первом шаге мы должны с вами порезать груши. Как вы видели, уважаемые зрители, я, нарезая груши, сразу же положил их на противень. Дело в том, что на следующем шаге мы этот противень отправим в духовку для того, чтобы груши немного подвялились. Наши груши подсушились. Вот они у меня здесь лежат. Вот так они выглядят уже подсушенные. Значит, конкретно про сушку груш. Продолжалась она 1 час 10 минут. Температура духовки была сделана 70 градусов. Режим конвекция. Дверка духовки была приоткрыта где-то сантиметров на 5-7, чтобы вся влага как бы сразу уходила. Теперь наша задача заложить нашу грушу вот в эти банки. Наша банка готова. Ну, в данном случае, 2 банки, поскольку у меня двойная порция. Каждую я заливаю, как написано в рецепте, 0,7 литра самогона либо водки крепостью 40 градусов. Значит, ну, здесь смысл в следующем. Здесь нужно сделать так, чтобы груша была вся покрыта самогоном. Поскольку это все зависит от того, насколько мелко мы сделали грушу и насколько сама груша как бы подсушилась, уверилась. Вот у меня здесь, видите, получилось чуть больше, даже не чуть больше, а конкретно 2 литра. Я отмечу, что здесь 2 литра у меня обязательно в этой банке. Она уже готова. И заливаем вторую банку. Итак, получилось, что не 2 литра, я говорил в последний раз, когда говорил, 2 бутылки или 1 литр. Значит, по рецепту было 0,7 литра, по рецепту было 700 миллилитров самогона, как вы помните, либо водки. Я прибавил по 300 миллилитров для того, чтобы все груши были покрыты нашим самогоном либо водочкой. Все. Значит, теперь самый важный этап – это ожидание. Ожидание длится полтора месяца, уважаемые зрители. Вы обязательно баночки эти подписываете, когда что поставлено, отправляете их в свою или в мою прикроватную тумбочку, то есть в темное, теплое место при комнатной температуре на полтора месяца. Через полтора месяца что нужно сделать? Через полтора месяца мы сливаем нашу настой, который получился, выжимаем через марлю груши без фанатизма, чтобы не было как бы взвеси и мутности в нашей будущей наливке. И закладываем туда последний ингредиент – 200 грамм сахара. После чего перемешиваем, разливаем по бутылкам, даем отдохнуть порядка одной недели, и ваша настойка, точнее наливочка, будет готова. Не упускайте момент, так сказать, когда вы можете взять свежие груши со своего сада или там с рынка, заготовьте эту наливочку, она вас будет радовать холодными зимними вечерами. С вами был Самогон Саныч, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Подписавшись, не забывайте нажать на этот колокольчик оповещения, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. Пишите комментарии, делитесь этим видео со своими знакомыми. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольей! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!